Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это программа «Абонент доступен» в студии Олег Пека. Мы сейчас попытаемся связаться и вывести в эфир писательницу, документалиста, автора чеченских дневников и рассказов Полину Жеребцову и на прямой связи, вот она у нас будет из Хельсинки. Здравствуйте, добрый день, Полина! Как вы нас слышите? Нет, сигнал, очевидно. Нету, пока вот мы будем налаживать связь, а я напомню, что Полина Жеребцова автор произведений «Муравей в стеклянной банке», «Чеченские дневники», романа «45-я параллель», «Слиная порода повести» и сборника рассказов «Тонкая серебристая нить». И ее книга, вот роман «45-я параллель» сейчас находится в шорт-листе престижной российской премии «Нос». И вот мы как раз собирались поговорить в этом часе с Полиной Жеребцовой о ее чеченских дневниках, о книге, которая наделала очень много шума, которая стала ну, таким достаточно ярким, заметным явлением и не только в литературной, но и в политической жизни, поскольку сразу после публикации этой книги, ну, вот буквально под давлением обстоятельств Полина была вынуждена уехать из России, просить политического убежища в Финляндии, поскольку она сама и ее муж подвергались угрозам и нападениям, и обвиняли журналистку в том, что она, цитирую, «позорит Россию». Ну, вот насколько это действительно правда, насколько в книгах Полины Жеребцовой, ее детском дневнике, вот, отражена психология и ощущение вот ребенка, ребенка, который оказался в самой гуще событий, в самой гуще войны, об этом мы и собираемся поговорить с Полиной Жеребцовой и надеемся, что нам удастся вывести ее в эфир. Алло, Полина, вы слышите нас? Добрый день, я вас хорошо слышу. Замечательно, добрый день. Полина, ну, я, во-первых, поздравляем вас с тем, что я понимаю, что 45-я параллель, сейчас находится в шорт-листе премии НОС, очень престижной российской литературной премии, и Муравей в стеклянной банке и чеченские дневники 1994-2004 год, это книга, которая, ну, с такой долгой судьбой, потому что сначала она издавалась с купюрами, затем полная версия дневников вышла в 2014 году в издательстве Корпус, и сейчас она переиздана, если я не ошибаюсь, да? Да, спасибо за поздравление, 45-я параллель, это основано на постчеченских дневниках, а чеченские дневники действительно переизданы в издательстве «Время», и полная версия, я бы не сказала, но это основные моменты, эта книга очень большая, если издавать дневники полностью, как я писала ребенком, это будет три книги по 700 страниц, это просто нереально продираться через все детские стихи, записи о кошках и так далее, и я в свое время сделала авторскую редакцию, то есть выжимку самых основных событий, которые происходили в годы Чеченской войны. Вызвано ли это было какими-то цензурными соображениями, издательство настаивали на том, чтобы убрать какие-то, ну, по их мнению, неудобные куски? Вы знаете, издательство, когда я вела переговоры, действительно высказывали опасения, но убрать полностью все, оцензурировать, это невозможно, и даже частично я не пыталась этого делать, я действительно убирала страницы, но чтобы было понятно логически, что происходит дальше, и таких откровений войны, и преступлений военных, в общем, можно сказать, что с разных сторон, потому что эта книга, это книга о мирных жителях, о жизни именно людей, попавших в жернова войны, и не принимающих участие, стоили с другой стороны, и все это там осталось, и вот эта книга, она более 700 страниц, сейчас признана в издательстве «Время», и я очень им благодарна, потому что другие российские издательства не поддержали этот проект, хотя он очень востребован, и люди хотят знать правду, и покупают эту книгу. Ну, я знаю, что действительно многие издательства отказывались и намекали на то, что они просто не хотят неприятностей, поскольку, ну вот, они считают, что публикация этого романа может усложнить просто им жизнь. Да, это документ, книга-документ, и как я вот вела переговоры с издателями, некоторые просто говорят, что тема очень опасная, что сейчас не ко времени, но когда же она будет ко времени, это жизнь людей, и русских, и чеченцев, ингушей, кумыков, дагестанцев, украинцев, тот советский город Грозный, который был до войны, и вот эти все люди, не успевшие уехать, попавшие в первую чеченскую, во вторую чеченскую, погибающие на руинах, выживающие с трудом, их истории, конечно, детским почерком, вот в тетради я записывала, всего не запишешь, но я старалась передать эту трагедию, конечно, первоначально, только для того, чтобы зафиксировать для себя, а потом я поняла, что другим тоже полезно будет почитать, потому что это антивоенная книга получилась. Я замечу, что вот и сам стиль, естественно, дневников, он очень меняется, то есть от каких-то детских, наивных записей, там, начала 90-х, постепенно вот, ну, меняется и мировоззрение, и стиль, и язык, и все это, не было ли желания, я не знаю, отредактировать, то есть часто бывает, что когда мы глядем, глядя ретроспективно из нынешнего времени в прошлое, мы, может быть, по-другому оцениваем события, и думаем, ну, боже мой, вот, может быть, ну, понятно же, что надо было так рассказать. Я, вы знаете, как решила, что чеченские дневники, то есть которые я начала вести с 9 лет до 20, это 94-й год, 1994-й, и 2004-й год, я не буду редактировать и превращать в документальные романы, то есть это дневник, это документ, и я его так оставлю, а последующие дневники, всего за жизнь я вела дневники четверть века, вы представляете, да, и в Москве, и в Европе, и в лагерях беженцев, вот последующие после чеченских дневников, это получится примерно 6-7 книг, как я планирую, людских судеб, трагедий, и комедий в чем-то жизненных, и несуразиц, и всего-всего самого разного, это такой большой калейдоскоп, да, я попробую сделать в документальные романы, в которых имена будут изменены, и немножко, немножко, может быть, взгляд писателя придаст художественную форму, но не чеченский дневник, чеченский дневник для меня очень важен, потому что это моя жизнь, и жизнь тех людей, которые не могут рассказать сами за себя, соседи, друзья, одноклассников, моих учителей, это то время, когда мы под бомбами бегали в школу, когда мы хоронили погибших соседей, и как бы я ни была резка, или наоборот, более мягким, детским взглядом смотрела на это, я решила это не трогать, потому что, конечно, сейчас я уже другой человек, я взрослая, я писатель, и я пишу рассказы, потому что, о Чечне, потому что всего в дневник было не записать, но именно вот этот документ я хочу оставить для истории, и его переводят на другие языки именно вот в том формате, с русского оригинала, и он разошелся по свету достаточно далеко, то есть, вот он переведен с журнальными публикациями на 21 язык мира. На 21, потому что, я как раз хотел сказать, 14 были данные, по-моему, Википедии. 14 книгами, да, 14 книгами. А вот скажите, вы говорите, что не хотели бы, ну вот, литературной обработки дневников, но я знаю, что по вашим чеченским дневникам идут читки в театрах Германии, Франции, в том числе и в Финляндии, которая уже, можно сказать, стала родной, ведь вы получили гражданство, да, в Финской? получила, очень горжусь, в прошлом году, в столетие независимости Финляндии, и читки в Хельсинке, в других городах были, и читки в России, и постановки. В Екатеринбурге, вот я как раз хотел спросить, вот спектакль, который поставил Семен Сердзин, насколько вот он был, ну, понравился, не понравился, это другой вопрос, но насколько он бережно, ну вот, отнесся к вашему, к вашей записи? Дело в том, что я написала две пьесы, одна пьеса, это монопьеса, дневник Жеребцовой Полины, я сама своими руками из дневника выбрала фрагменты, от 9 лет до 20 лет, то есть взросление на войне, и Семен Сердзин, режиссер, я очень ему благодарна, он сделал свой орнамент, свою аранжировку, он некоторые фрагменты в моей монопьесе сместил, то есть он сделал немножко другой взгляд, у него получился спектакль, я бы сказала, очень проникновенный, но он совершенно лишен политики, а именно о чувствах ребенка, когда летят бомбы, который влюбляется, который в страшных обстоятельствах, когда кругом война, геноцид, распри, между взрослыми, и вот этот ребенок, он пытается выжить, и он этим спектаклем показал именно эту идею, и спектакль уже идет два года, Иван Вырыпаев, другой режиссер, поставил на польском языке эту же монопьесу, и там совершенно уже другой взгляд, он более глубокий, на мой взгляд, в политику, но режиссеры, они оба прекрасны, и оба сделали по-своему, и я очень рада за это сотрудничество, и в Польше спектакль тоже продолжает идти, и даже выиграл конкурс среди спектаклей, и также у меня есть вторая пьеса, она по ролям, и уже написана по поздним рассказам о жителях в нашем Грозненском дворе, то есть вот я автор двух пьес. И вторая пьеса уже где-нибудь была поставлена, или пока еще только все впереди? Эту пьесу хотел ставить интерьерный театр в Санкт-Петербурге, но пьеса очень острая, политическая, и пока не получилось, были читки в Финляндии и в России, и я надеюсь, что все-таки где-то кто-нибудь сумеет, для меня очень важно, чтобы в России, понимаете, чтобы люди именно там увидели, а там сильно острые темы, конечно же, и директора театров, и сами режиссеры стараются обходить, опасаются. А скажите, вот издательство «Время», которое сейчас издало эту книгу, известно, что оно же является единственным издателем Светланы Алексеевич, у которой есть книга «У войны не женское лицо», но вот мне кажется, что вашу книгу можно было бы дневников назвать «У войны не детское лицо». Да, вполне может быть так, и в рецензиях читатели тоже пишут эту мысль, я читала. Я почему назвала «Муравей в стеклянной банке»? Это отсылка к детству, когда я была совсем маленькой, начала вести дневник, поймала муравья, это известная история, и думала, что он построит дворец. В обычной стеклянной банке. Он, конечно, не построил, и я отпустила его на свободу. Но в том числе это метафора человека, попавшего в такие сложные обстоятельства, в каких находились мы долгие годы. И я рада, что издательство «Время» откликнулось. Они издали «Ослиную породу», это моя повесть, приквел к дневникам, написанная, конечно, мной взрослой, о моем детстве и очень суровом воспитании в городе Грозном на Кавказе. И они же взялись переиздать «Муравья в стеклянной банке» чеченские дневники. Я надеюсь, и в дальнейшем мы продолжим сотрудничество уже с документальными романами, основанными на дневниках, то есть последующих, постчеченских. Говоря про «Ослиную породу», многие сравнивали ее с книгой «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. Но в то же время, судя по дневникам, ваши отношения с мамой все-таки не были такими жестокими, жесткими, вот как иногда было показано в каких-то рассказах, вот насколько мама ваша реагировала на эту книгу? Ну, против правды, как говорится, ничего не скажешь, поэтому мама книгу прочитала первой «Ослиную породу», и я ее спросила, что если ее чем-то это обидит в каком-либо рассказе, там 101 эпизод, крошечные рассказы в этой повести, но она сказала, что нет, что она признает правду, что у нее были такие методы воспитания, и ей показалось это даже забавным, что я смогла не с обидой, а достаточно с юмором это описать, хотя, конечно, это очень обидно, когда с ребенком жестоко обращаются. Но у мамы есть такое оправдание, она говорит, что на Кавказе всегда детей воспитывали жестко, могли побить за непослушание, и младший всегда подчиняется старшим. И то, что она с этой позиции смотрит на воспитание, я понимаю, потому что я у нас в Грозном, на Кавказе, в Чечне, всегда была белой вороной, я была мягким человеком, мягким ребенком, очень доброжелательным, и меня пугали такие методы воспитания, а все окружающие, ну, 90-80%, это точно, они их использовали в отношении детей, очень-очень строго воспитывали. Но вот говоря о строгом воспитании, сейчас даже на Кинотавре фильм, ну, вот с участием Ивана Ахлобыстина «Временные трудности» произвел, очень резко разделил публику, где, ну, показан очень жесткий отец, который больного ребенка заставляет жить, как будто бы он здоровый, ну, то есть вот он его буквально приносит в лес, бросает и говорит «Выбирайся сам», то есть вот ты должен выйти, ты считай себя здоровым, ты не имеешь права на какие-то послабления, многие считали, что это, ну, вот очень жестоко по отношению к детям, другие говорили, что, может быть, это как раз вот тот случай, когда, вот это, известно, это все основано на реальных событиях, ребенок сумел победить болезни, выздоровел. Как вы считаете, по вашему опыту, такое воспитание, может быть, жесткое, оно помогло вам пережить эти трудности, ужасы чеченских войн? Я думаю, что мне помогло. Я смотрела фильм «Временные трудности», потому что его очень-очень ругают критики, и с критиками, в том числе с Антоном Долиным, я согласна в том, что в стране, где нет пандусов, где к инвалидам, и зачастую ужасно страшное отношение, в Санкт-Петербурге недавно пятиклассники облили своего учащегося, такого же, как они, ребенка с ДЦП керосином, подожгли на нем одежду и рюкзак, он чудом сумел убежать, сбросив рюкзак. То есть вот такое отношение, к сожалению, есть у людей, и такой фильм, по мнению критиков, может вызвать волну негатива. И к тому же не будет сострадания к больным действительно людям, которые не как в этом фильме, чудесным образом, вдруг преображаются, а действительно всю жизнь им придется преодолевать трудности, к тому же еще и без помощи государства, которое, как всегда, помогать не будет. Но сама идея фильма мне знакома. И вот я, когда смотрела этот фильм, я узнавала свою маму, своих соседей, как они строго обращались. Это именно, я бы даже сказала, горское воспитание. И я даже взгляд узнавала вот этого отца, которого играет Иван Ахлобыстин. Да, так воспитывают у нас, да, так делают бесстрашных солдат. Разве чеченцы не прославились на весь мир, что противостояли армаде из танков, из самолетов, там горстка людей? Почему? Потому что вот так воспитывают воинов, вот так воспитывают героев. И, кстати, говоря о Иване Ахлобыстине, я хочу сказать о своем очень-очень любимом фильме, которому мало уделяется внимания. Он там играет, и я знаю, что это его идея, если не ошибаюсь, мне кажется, его. Это «Соловей-разбойник». Да, да, конечно. А что это один, я пересматривала его много-много раз. К позиции самого Ивана Ахлобыстина, отношений к Риму, и самой другой, я отношусь негативно. А этот фильм, один из моих любимых. Я вот даже советую его посмотреть и русским людям, и всем остальным, кто понимает русский язык. Хороший фильм. Мы вот буквально небольшую паузу сейчас сделаем, после чего обязательно вернемся в студию. Я напомню, что это программа «Абонент доступен», и у нас сегодня на прямой связи писательница, автор чеченских дневников Полина Жеребцова. Продолжается программа «Абонент доступен». Я напомню, что у нас на прямой связи из Хельсинки, Финляндии, писательница, документалист, автор чеченских дневников Полина Жеребцова. Связь обеспечивает нам Евгений Копеин, звукорежиссер. Полина, скажите, мы остановились на том, что действительно государство, если говорить о России, не так много внимания не уделяет проблемам, просто человеческим людей с особыми потребностями. И вот говоря про ваш опыт о том, насколько в вашем романе, в ваших дневниках чувствуется, что люди, вот вы проводили даже в одном интервью параллели с дедовщиной, люди не только к людям относятся, государство плохо, но и люди начинают друг к другу относиться плохо, вот перенося друг на друга весь тот негатив, который они получают от государства. Да, это так и есть. Это человек, который живет постоянно под гнетом, испытывает боль и унижение, в конце концов начинает причинять окружающим то же самое. И заняв самую маленькую должность, это синдром вахтера, человек начинает унижать и оскорблять тех, кто приходит к нему за помощью. Очень часто, к сожалению. Но вместе с тем есть прекрасные, удивительные, добрые люди. Я никогда не могу сказать, что вот какой-то плохой народ или плохая страна, нет. Но вот система оставляет желать лучшего. Сейчас еще подняли пенсионный возраст в России. Это ужасно для людей. Моя мама живет в маленьком поселке, где старики, пожилые люди, люди просто мечтали дожить до того возраста, когда смогут от государства получать хотя бы минимальные, это смехотворнейшие гроши на хлеб. И теперь у них украли еще по нескольку лет из жизни. Конечно, люди находятся в очень удрученном и страшном состоянии. Я думаю, система специально закручивает гайки, чтобы, конечно, не было никаких протестов, чтобы люди жили и думали, что дай бог, чтобы было как сейчас и не было хуже. То есть вот на это рассчитано это все. Вот сейчас вы живете в Финляндии. Насколько финское, если сравнивать с государством, относится к людям, которые приезжают, ищут убежище в Финляндии, но которые нуждаются, например, в помощи медицинской, в том числе помощи, социальной защите? Конечно, это небо и земля. Северная Европа, Скандинавия, в том числе Финляндия очень имеют большой опыт в приеме беженцев, в приеме эмигрантов. И к своим гражданам также относятся очень хорошо, если социальные службы прекрасно работают. И я помню в лагере беженцев каждому, кому нужна была психологическая поддержка, ведь очень многие люди с войны, кто-то потерял близких, похоронил ребенка, кого-то пытали, приходил психолог, часами разговаривал с этими людьми. Это, конечно, разумеется, все было бесплатно, это была помощь от государства, так же, как кровь, так же, как пособие, так же, как продукты, одежда и другая медицинская помощь. И когда я в своем другом романе, он в России еще не вышел, вышел только в Украине, это 45-я параллель, основанный на постчеченских дневниках, уже другие годы, не война, мы приезжаем в нем в Россию, и с чем мы сталкиваемся? Никто никому не нужен, идите ночуйте на улице, пошли прочь и так далее. Это мы слышим вместо помощи. И когда люди с разных стран приезжают в Финляндию, с этого же момента, вот они пришли в иммиграционную полицию и говорят, нам нужна помощь. Их тут же, в этот же день, полностью обеспечивают жильем, питанием, и кому нужна срочная медицинская помощь, отправляют в больницу. То есть подход совершенно другой. Вот ад и рай, небо и земля. Но мы уже как-то, я помню, затрагивали в прошлых интервью эту тему. Изменилось ли что-нибудь в отношении к беженцам в Финляндии, ну, вообще в скандинавских странах, в связи с увеличением потока беженцев, при том, что очень часто бывает, что беженцы очень плохо интегрируются, не учат местный язык, и, ну, бывают случаи, когда демонстративно отвергают местную культуру, и не то чтобы сохраняют, ради бога, сохраняют свои местные обычаи, но как раз-таки пытаются чуть ли не навязать свой образ жизни, там, отношения какие-то религиозные, национальные, еще какие-то, местному населению. Вы знаете, я человек очень толерантный, очень мягкий, однако даже я вижу, что это есть. Я когда была во Франции, меня ужаснуло, что в некоторые районы коренные французы, которые жили целыми поколениями в своей родной Франции, боятся даже зайти, потому что там патрули строгих радикальных исламистов, и там женщину могут избить, допустим, без платка, у мужчин отобрать, деньги тоже избить и так далее. Полиция туда тоже не приезжает, потому что у нее отнимают оружие и переворачивают машину. В Финляндии до такого еще не дошло. Я думаю, далеко, лет 50 как минимум. Но, к сожалению, такие случаи наподобие начали происходить. И был теракт в крупном городе Турку, когда с мачете молодой человек напал на совершенно безоруженных, изрубил. Были жертвы, погибшие, и люди попали в больницы. И когда его спросили на суде, значит, почему, что, то он, да, утвердительно ответил, что хотел убить как можно больше, отрезать головы. То есть вот люди с такими идеями, тоже среди мирных, нормальных, которые хотят работать и учить язык, приезжают и наполняют мою любимую, прекрасную Финляндию, которую я очень люблю. И я не желаю ей участи погибнуть под этой экспансией и вот этим мирным захватом территорий. Потому что в семьях у людей с радикальным мышлением рождается очень много детей. Они очень часто не работают и занимаются именно семейным благополучием своим. И деток они, соответственно, учат и передают свои взгляды. Это очень страшно. И с другой стороны, я наблюдаю, что в Финляндии появились молодые люди, особенно в столице и крупных городах, которые начали продвигать арийские идеи. Идеи Адольфа Гитлера о том, что, ну, переиначенные, разумеется, немножко скандинавским менталитетом, о том, что нам нужно сохранить свою культуру и все остальные нам здесь не нужны. И меня это тоже начало немного тревожить, потому что особенно последний год начали появляться свастики, начали появляться записи на финском языке. Я понимаю, что это очень малочисленный процент. Финны добрые, порядочные и прекрасно принимают мигрантов, но такое тоже появилось. То есть появляется такая, ну, вот радикализация общества, такое расслоение на два противоположных лагеря, да? То есть это вот такой тревожный сигнал. Тревожный. И мне даже пришло в голову написать когда-нибудь, если я успею, после своего документального цикла, потому что он тоже очень большой, такой роман, может, его напишет какой-то другой писатель, о том, что прошло очень много лет, и, значит, в Лапландии, на севере, отбиваются последние потомки финнов и других скандинавских народов от вот этой вот чумы, можно сказать, радикального наступления. Наподобие есть роман, я его в свое время очень критиковала. Это «Мечеть Парижской Богоматери», но это про Францию, разумеется. И когда я была няней в Москве, работала с детьми, то там девочка читала этот роман. Я очень критиковала, говорила, что это ссорит людей, что таких к ним не должно быть. Но вот, к сожалению, тем, что не принимают местные традиции, эмигранты, они приводят к таким мыслям, и писателей, и обычных людей, что, возможно, в будущем столкновении мне бы этого очень не хотелось. Очень. Потому что в Финляндии я нашла тот мир и покой, которого не видела в России никогда. Но вот, говоря о Финляндии, вы получили, вот мы уже говорили, финское гражданство, и чувствуете ли вы, ну вот, о каким вы видите свое будущее, и чувствуете ли вы, что, предположим, местные, не хотят ли вас, из вас сделать финно, ну то есть, насколько вот это стремление, или этот вопрос как-то решается в Финляндии по-другому? То есть, вот как власть рассматривает тех, кто приезжает, беженцев, приезжих, собираются ли они их ассимилировать, или каким образом интегрировать в свою среду? Дело в том, что действуют такие программы, что когда человек получает вид на жительство и политическое убежище, убежище по здоровью, либо гуманитарное, нет воды, нет света, каннибализм, допустим, на родине, в Африке у этого человека, то три года интеграции, человек учит язык, ему назначается стипендия, он с ним платит налоги, он учится 8 часов в день. В дальнейшем предлагают институт, университет, либо аналог ПТУ, ну, училище. Училище может быть самым простым, это может быть парикмахер, это может быть сантехник, это может быть помощник доктора, или человек, который ухаживает за очень-очень пожилыми дамами и господами, дедушками, бабушками. Ну, зачастую, особенно в семьях, где не хотят учить язык на таком уровне, чтобы учиться, женщины, они планируют беременность, и каждые три года, и каждые два года рождается ребенок, по финскому закону, опять-таки, мама сидит три года дома, и папа может по очереди, ну, то есть, если кто-то работает, но в основном сидят вместе, особенно в эмигрантских семьях, и платится очень внушительная сумма пособий на ребенка и на проживание родителей, и в дальнейшем следующий ребеночек рождается. И, собственно говоря, те люди, которые взрослыми попадают в Финляндию, единицы становятся врачами, учителями и так далее, но большой шанс у их детей, потому что дети идут в детский садик, соответственно, два государственных языка, это шведский, финский, также начинают они учить английский, и к совершеннолетию этот человек владеет тремя-четырьмя языками, и у него есть шанс. Мы никогда не станем с финнами на равных, никогда, я вот это поняла, потому что русский язык я учила при коптилке под бомбами, читая русскую литературу, книги, которые там не догрызли мыши и крысы, а сверху на меня сыпалась побелка, вот это все уроки русского языка, как вы понимаете. Чеченский с детьми во дворе что-то на слух, и, соответственно, финский, начав учить во взрослом возрасте, я не чувствую, что я стану великим переводчиком или великим знатоком финского языка. Да, у меня хороший финский, да, я ждала экзамен на гражданство, но и все. А для того, чтобы здесь поступить в институт и отучиться, нужно знать, как минимум, финский прекрасно, английский, так, чтобы читать и писать на нем дипломную работу, и шведский разговорный, то есть это обязательное условие. И, соответственно, шансы у приехавших не очень велики, скажем так. Каким вы видите, видите ли вы вообще возможность возвращения в Россию? Возвращения точно нет. Я думаю, что я буду жить в Финляндии, может быть, поеду путешествовать на долгое время в другие страны. Я очень хочу пожить в Канаде и в Швейцарии. Мне кажется, для вдохновения мне будет это очень полезно. Я буду писать книги, пьесы. Я стремлюсь сейчас, веду переговоры с кинокомпаниями. То есть я... У меня появился шанс, в России его бы не было никогда, на творческий путь. Потому что в России я работала с 7 утра до 2 часов ночи, падала от усталости и не имела ни своего угла, ни возможности отдохнуть или вызвать скорую помощь, когда у меня была тахикардия, допустим, и сердечный приступ. Потому что если я уйду с работы, то нам нечем будет платить за съемное жилье с мужем. Муж работал тоже с утра до ночи и не было никакой помощи. Здесь же от государства всегда есть помощь и людям работающим, поддержка, и людям, которые, допустим, временно не работают. У них тоже очень хорошее пособие по 600-700 евро и плюс еще частично оплачивается жилье. Человек, когда заключает контракты и получает гонорары, вот я, например, у меня очень много контрактов по всему свету, то мы платим налоги. Эти налоги немаленькие. Это около 30% от суммы. Однако я знаю, на что они идут. Они идут на помощь людям. Как когда-то помогали нам, сейчас при заключении контрактов помогаем мы, то есть все работающие люди. И это очень важно. В этом государстве все продумано. И я вот думаю иногда, почему Россия такая большая, такая богатая страна, не может взять за модель вот эту систему маленькой Финляндии или любой другой страны Европы и создать для своих граждан человеческий мир. Мир с человеческим лицом, где у инвалидов есть пандусы, а у пенсионеров есть лекарства и еда вовремя. И у детей не заброшены. Для детей прекрасные программы в Европе. Но почему не может? Вот как-то не дано. Вот такие правители попадаются, что люди выживают и надеются только на себя в России. Но скажите, а есть ли, по вашему мнению, вероятность того, что Россия изменится, потому что пока вот ощущение действительно такого дежавю, повторения по кругу, каких-то уже сделанных ошибок. И может ли в результате Россия измениться настолько, чтобы сравняться, стать вровень с другими европейскими странами? Очень много десятилетий, даже столетий у нее это не получается, как у страны. И я не вижу такой возможности в ближайшее время. Должны прийти к власти совсем другие люди. А разве их кто-то подпустит? Там настолько прочно занята кормушка и настолько они серьезно подошли к ее охране. Все время принимаются новые законы по разгону митингов все более изощренными средствами. Не щадят ни беременных, ни стариков, ни детей. И я смотрю, и у меня кровью сердце обливается, потому что я понимаю, насколько прекрасна и глубокая русская литература. Насколько такие светлые умы жили в этой стране и живут до сих пор. Но в каких чудовищных условиях? Если кто-то из российских полиции политиков, кто вызывает у вас симпатии и кто мог бы реально что-то сделать, если оно, конечно, у него получится, для России? Ну, из тех, кто сейчас есть в современной России, кто давно у кормушки, кто только туда стремится, я имею в виду к самой главной, нет, я не вижу. Потому что эти люди, у них есть амбиции. Я, например, с большим удовольствием и с уважением отношусь к расследованиям Навального и смотрю их на Ютубе. Но как политик я не вижу, что этот человек принесет что-то хорошее и что-то сумеет сделать в той системе, которая сейчас существует. Про остальных я даже говорить не хочу. Это настолько отвратительные мерзавцы, настолько отвратительные люди, которые не щадят ни животных, развлекаясь, просто стреляя по ним. Не людей, принимая законы, когда люди уже не могут просто существовать, они уже перестают чувствовать себя людьми. Ну, вот даже говорить про них не хочется. Это только закрыть глаза и уйти в творческий мир. И своей книгой «Муравьев стеклянной банки. Чеченские дневники» я показываю так, как нас заставили жить. Когда эти же самые люди, которые до сих пор были у власти. И это страшно. Это нужно читать, чтобы знать и понимать, что нужно менять. Менять реальность. Но кто будет это делать? Творческих людей в политику не пропускают. А те, кто там, они повторяют ошибки предшественников. Ну, вот во Вторую Чеченскую войну вы получили осколочные ранения ног. И у вас ведь сохраняется российский паспорт. И я так понял, вот из одного из интервью, что вы говорили, что его вы сохраняете, потому что, возможно, собираетесь... Ну, вы уже подавали в суд по поводу обстрела Грозненского рынка. Что с этим иском? Какая вот была судьба? Дело в том, что меня ранило до начала Чеченской войны второй. Почему до? Еще официально не объявили, что будет война. Людей был целый город Грозный. Это был рынок, на котором в хороший день до 4 тысяч человек. Большой, так у нас рынок не принято говорить, базар. Грозненский базар. Это большой восточный базар, где продают картошку, лук, сигареты, вещи, золото. Ну, там все вперемешку. Газеты. Очень много детей, женщин. У чеченцев не принято, чтобы мужчины торговали на рынке. Соответственно, мужчины есть, но их не так много. В основном это женщины, дети или пожилые люди. Мужчины, женщины, но пожилые. И вот туда прилетела ракета с кассетным взрывателем. Не знаю, земля-воздух, земля-земля. Ее по-разному называют. Когда она летела, на Дангушетии, это соседняя республика, был бордовый след, как от кометы. И вот она упала на этот рынок. Упала она, значит, не ночью туда, а ранним вечером. И, соответственно, туда, куда она упала, тел не было, все разнесло в пыль. Потом начали вылетать вот эти кассетные заряды взрываться, и меня уже задело вот этим снарядом, мне было 14 лет, и 16 осколков в ногах. Наши соседи там, женщина продавала капусту на девятом месяце беременности, паренек 19 лет пришел к сестре помочь собрать вещи и так далее, и так далее, были убиты, разорваны на части. И я, конечно, об этой теме говорила очень громко. Собственно, поэтому мне и пришлось уехать, покинуть Россию. И выступала, и рассказывала в том же Сахаровском центре. И я очень хотела добиться справедливости. Я эту тему вытащила, потому что вообще о ней в России говорить не принято. И господин Путин, он находился в Хельсинки, когда произошел этот страшный взрыв, и когда ему задали вопрос журналисты, что там произошло на рынке. Ведь российские власти отказывались неделю, что они бросили ракету. Неделю. Потом журналисты Франции, других стран, они все-таки доказали, что это действительно из России прилетела ракета, там были съемки, был, по-моему, Бобицкий от «Радио Свободы». Ну, много кто был, кто приезжал. То вот Путин сказал, что там был какой-то рынок террористов. То есть, когда уже Россию поймали на том, что это действительно русская ракета прилетела, то вот для мировой общественности было так сказано. Что это были террористы, да? Были ли это неправильные сведения, которые ему передали, или же это была просто попытка как-то вырулить из этой ситуации. Это останется на совести человека, который это сказал. Но я была ребенком, я знаю, что там не продавали оружие. И, конечно, в свое время я и юрист подавали иск в Тверской суд Москвы. Ничего не получилось, то есть этот иск просто не стали рассматривать. Он терялся, он падал за шкафы, он падал за столы. И юрист вместе с судебным приставом он его искал, подавали заново. Опять он терялся полгода. И, в общем, юрист мне потом сказал, что я хочу жить. У меня ребенок родился, у меня семья, и я не могу заниматься этим делом. Соответственно, никакой другой юрист, а этот юрист был из правозащитной организации, очень крупной в России. Тем более за это дело не взялся. Поскольку в России нет решения, передать в Европейский суд нечего. То есть, получается, что эта история, она завершилась пока, ну, во всяком случае, ничем, хотя есть свидетельства, есть данные, есть заявления. Свидетельств очень много, в том числе Наталья Эстемирова. Я была с ней знакома, работник мемориала, убитая в 2009 году. До сих пор не найдены ее убийцы. Она занималась этим делом, и я вместе с ней опрашивала свидетелей, тех, у кого погибли родственники, и кто сам был ранен. И я составляла списки, приносила ей для доклада. Так вот, даже ее доклад до сих пор не был опубликован. Ну что же, не хотелось бы, конечно, заканчивать на такой грустной ноте, но, к сожалению, у нас время просто истекло. Огромное спасибо. Я напомню, что сегодня у нас на прямой связи из Хельсинки в программе «Абонент доступен» была писательница, документалист, автор чеченских дневников, рассказов, Полина Жеребцова. Спасибо вам, Полина. Надеемся, до новых встреч. Да, до свидания. Спасибо. Продолжение следует...